Здравствуйте, коллеги! Мы с вами в главном медиа-центре Олимпийских игр в Токио. Здесь люди работают, общаются, здесь уже вовсю кипит жизнь. Но и с учетом того, что Олимпиада в Токио пройдет без зрителей, МПС, главный медиа-центр, наверное, станет основным местом притяжения. Первый день после трехдневного карантина – настоящий праздник. Тебя выпустили из отеля, ты снова едешь в большом автобусе почти один. Скоротать время в номере помогало изучение предложений нашего генерального партнера, агентства недвижимости «Сова». Это действительно мудрое решение ваших жилищных вопросов. Но вернемся к поездке. На автомобиле путь до МПС занимает менее 30 минут. На транспорте Олимпийском получилось больше часа. Никто не понял почему, но мы через 20 минут вновь вернулись к нашему отелю. А затем, доехав до транспортного хаба, должны были пересесть в другой автобусе, который доставил нас в пресс-центр. И вот здесь я по-настоящему удивился. К чему эти все ковидные предосторожности, если последнюю часть пути тебя везут словно селедку в бочке? А вот прохождение досмотра очень порадовало. Все четко, без заминки, ручных досмотров, как это было на предыдущих Олимпиадах. Ну да, здесь же кругом автоматика. К тому же тебе улыбаются и кланяются даже военные. Пустячок, а приятно. Главный пресс-центр – это, по сути, небольшой городок с интернациональным населением. Чтобы во всем разобраться, обычно уходит 2-3 дня. Еще и всякие технические препоны появляются. Например, Wi-Fi сделали доступным только для мобильников, поддерживающих 5G. Понятно, что у многих он не работал. Сегодня организаторы спохватились и теперь Wi-Fi доступен всем. Еще говорилось, что в связи с ограничениями по рассадке в МПС организовали больше рабочих мест. Не знаю, мне так не показалось. Уже 22 июля почти все столы были заняты. И далеко не всегда люди сидели через кресла. Правда, между столами есть защитные перегородки. И некоторые иностранные коллеги носят не только маски, а и те же защитные стенки из плексиглаза. В пресс-центре всегда появляются интересные типажи. Привет! Привет! Ты из? Из Повли. Да? Из Польши. Совсем скоро тюменские спортсмены поведут спор за первые медали Олимпийских игр. Нам остается подождать совсем немного. Ждем и надеемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова